Весь прошлый год, да и этот тоже, в Рязани резонировала тема выбросов в атмосферу. Кто-то бегал с бытовым газоанализатором, а потом истерил на весь город, выдавая желаемость за действительное, кто-то обращался к сертифицированным специалистам. Превышение действительно фиксировали, данные об этом у природоохранной прокуратуры есть. Впрочем, в ведомстве пока ведут себя осторожно, клемить кого-то одного здесь пока не намерены. Говорят, слишком много промышленных предприятий в этом замешаны. Выбросы были не только по сероводороду, но и по формальдегиду, а это не одно и то же. Идентифицировать отравители рязанского воздуха и вывести их на чистую воду могут только эксперты, а для этого нужно возбуждать уголовное дело. Одними штрафами здесь уже не обойтись. По результатам проведенного анализа, выполненных в истекшем периоде 2021 года, результатов лабораторных исследований воздуха, были выявлены неоднократные факты разовых превышений установленных нормативов качества атмосферного воздуха по сероводороду. В связи с чем, Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой материалы проверки по факту нарушений правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ, повлекшего загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, содержащий признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 251 УК РФ, направлены в УМВД России по Рязанской области для решения вопроса об уголовном преследовании. Коллективная безответственность – отличительная черта экологических проблем Рязани. Вовсе неудивительно, что у главного экологического инспектора страны возникают вопросы. Отвечая рязанцам, Светлана Родионова четко обозначила позицию ведомства. Проверять будут всех. В Рязани были разовые залповые выбросы. Знаем, что граждане об этом говорят. Усиляем сейчас надзор. Не входит город в 12 городов. Даже активисты Рязани приезжали, когда я была в Башкирии, просили, чтобы мы обратили на это внимание. В сентябре будет большой рейд, будем смотреть на предприятиях. Проблема в том, что когда мы выходим на предприятия, мы обязаны их минимум за три дня уведомить. И что происходит потом, как правильно обычно говорят граждане, либо снижается нагрузка работающих объектов, либо включают фильтра, те, которые в обычный день включать невыгодно. 12 городов, о которых сказала Светлана Родионова, это специальный федеральный проект «Чистый воздух», цель которого кардинальное снижение загрязнения атмосферы. В основном это города металлургической промышленности. Магнитогорск, Челябинск, Череповец. Именно здесь Росприроднадзор проявляет себя наиболее жестко. Рязань пока не в этом списке, но осенью все может измениться. Если, конечно, местные промышленники не одумаются. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».